Разборов на фильм Джокера очень много. Казалось бы, уже многое было сказано. После изучения самых популярных разборов складывается впечатление, что многие из них построены на домыслах и авторы выпускают действительно важные детали, которые заслуживают пристального внимания. Почему мы испытываем жалость к Джокеру? Нам хочется сопереживать ему и оправдывать его действия? Что является реальностью в происходящем? Почему Артур Флек стал Джокером? Давайте обо всем по порядку. Для начала хотелось бы обговорить главные моменты и разобрать популярные теории, так как они могут помешать корректному восприятию происходящего в фильме. К разбору фильма хотелось бы подойти объективно и рационально. Рассмотрим по одному из самых сильных аргументов в пользу той или иной теории, которую выдвигали многие авторы. Довольно популярным домыслом оказалась идея, что все происходящее в фильме нереально. Часть фантазии Джокера Артура Флека. Многих сбивает с толку финальная сцена с психиатром клиники. Фраза Джокера наталкивает на мысль о нереальности рассказа. Одним из доказательств этого принято считать то, что Артур придумывает некоторые события в фильме. Например, момент, когда Мюррей выводит его из зала на шоу. Или, что точнее, когда нам показывают его отношения с Софией. Соседкой, которой в итоге тоже оказывается плодом воображения. То это значит, он мог придумать и все остальные события фильма, пока общался с психиатром клиники. Если мы верим этому аргументу, то давайте подумаем, насколько реальны события в фильмах Бойцовский клуб, Остров проклятых или Король комедии, в которых также присутствуют фантазии главного героя и галлюцинации. Если нам показано, что герой склонен фантазировать или имеет галлюцинации, это не значит, что все остальные события фильма также нереальны, как и его фантазии. Тем более, в оригинальном сценарии, да и в самом фильме есть подсказки, к чему действительно относятся сцены с психиатром. Таким образом, нет смысла верить в нереальность происходящего в фильме. Второй теорией принято считать, что Джокер злодей по своей сути. Аргументом этого является то, что он смеется от упоминания насилия, а убивает, чтобы находить в этом садистское удовлетворение, находя иррациональные причины. Например, что жертвы плохо танцуют или слабо поют. Теория неверна, поскольку уже в первых сценах фильма нам показывают, что его смех не является эмоцией, он является симптомом заболевания. Однако смех, как эмоция, присутствует в сцене в кинотеатре. Джокер искренне смеется над фильмом Чарли Чаплина. И во многих других эпизодах мы видим его смех. А в кадре никакого насилия. То же и относится ко всем преступлениям Джокера. Они все имеют мотивы. Их мы также разберем чуть позже. Третьей теорией нужно назвать тезис о раздвоении личности Артура. Такое впечатление у нас может сложиться, потому что Артур предстает нам слабым инфантильным человеком. Поэтому его агрессия может показаться несвойственной ему. Однако личность человека многогранна. Нет второй личности. Есть многообразие человеческого характера. Плюс ко всему перед нами психически нестабильный человек. Но это не доказывает нам, что у него раздвоение личности. То, что Артур держит пистолет или сигарету неведущей рукой, не кажется тоже достаточным основанием полагать, что у него раздвоение личности. Также стоит принимать во внимание, что персонаж Артура проходит определенную эволюцию в фильме. Его характер меняется. Однако это тоже не основание полагать, что налицо диагноза раздвоения личности. Например, Харви Дент в фильме Нолана «Темный рыцарь» очень сильно меняется к финалу фильма. Однако при этом нет предпосылок к тому, что в нем проявилась вторая личность. Сам его характер изменился под влиянием обстоятельств. Мы с вами сейчас и разобрали основные теории и догадки, которые отвлекают зрителя от резвого взгляда. Но остаются вопросы. Злодей ли он по своей сути и действительно ли общество вокруг Артура Флека бесчеловечно и несправедливо? Давайте разбираться. Как нам известно из фильма, то экономическая ситуация в Готэме плачевная. На этом моменте я хочу сделать отдельный акцент дальнейшим. Однако в настоящее время у нас не все так плачевно. Появляется много разных профессий, которые мы можем не только выбирать на всю жизнь, но и осваивать как перспективный навык. Осталось только определиться, где этот навык освоить. Например, на всем известной образовательной экосистеме Geekbrains от Mail.ru Group есть на следующий момент две перспективные обучающие программы. Одна из них — дизайн интерфейсов. Обучат создавать дизайн как веб-сайтов, так и приложений. Вместе с этим вы научитесь исследовать аудиторию, проектировать интерфейсы и изучить основы верстки. Вторая программа — дизайн мобильных приложений, которая учит проектировать приложения на iOS и Android. Если вы испытываете особое удовольствие от мобильных приложений, их разработок, все, что с этим связано, то, вероятно, вам подойдет это больше. Мне не нужно лишний раз говорить о том, что данные профессии позволяют работать удаленно, а сейчас это особенно актуально. Вы это и сами знаете. Не буду также уделять отдельное внимание тому, что после обучения у вас будет свое наполненное портфолио, вами будут заниматься специалисты и Geekbrains приложат все усилия, чтобы трудоустроить вас. Это должно быть и так очевидно. Однако вот, на мой взгляд, главное преимущество. Все занятия проходят в режиме реального времени в онлайн. Возможно задать вопрос на протяжении всего курса. Получение сертификата с государственной лицензии о прохождении курса. И не обязательно платить всю стоимость обучения, если переходите по ссылке, которую Geekbrains сгенерировал специально для меня. Поэтому переходите по моей ссылке в описании, и вам откроется доступ в скидке в 45%. Рекомендую воспользоваться этой возможностью. Для начала рассмотрим портрет Артура Флека. При анализе самого фильма будем обращать внимание также и на оригинальный сценарий, который содержит подсказки к пониманию персонажей конфликта. Каким нам предстает Артур Флек? С самого начала и на протяжении всего фильма мы находим подсказки, что перед нами человек, который не способен адаптироваться в социуме города Готэм. Что об этом говорит? В самой первой сцене фильма по его щеке катится слеза. Он испытывает неудовлетворенное состояние, но нам не дают объяснение, каким событием оно вызвано. Все, что мы слышим, это плохие новости по радио. Артур трудится клоуном в агентстве. Он пытается добросовестно выполнять работу. В целом делает это талантливо и неформально. Столкновение с хулиганами-подростками приводит к тому, что его избивают. Он не дает им физический отпор. Сцена социальным работникам подробно описывает его психологическое состояние. Артур борется с недугом. Смех для него как приступ кашля, который он пытается подавить. Далее нам станет понятно, что этот недуг происходит от стресса. Таким образом, смех для Артура – симптом стресса, а не только лишь реакция на негатив и насилие. Артур мучается от приступа. В сценарии есть предположение, что он не спал несколько дней, что может указывать нам на то, что причина его подавленного состояния не только психологическая, но и физиологическая. Из-за того, что непонятно, когда он искренне смеется, а когда накатывает приступ, то сложно понять, как Артур относится к другим людям. Дневник Артура – это концентрат его истинных переживаний и психологического состояния. Обратите внимание, он саркастически реагирует на просьбу показать дневник. В сценарии есть часть диалога, в котором Артур вообще не хочет его показывать. В фильме это выражено дрожью, которую он старательно скрывает, потому что внешне старается не показывать своего волнения относительно дневника. Артур стесняется того, что там записано, оправдывается, говорит, что это не только терапевтический дневник, но и рабочая тетрадь с его шутками. Очень важный момент. Соцработник находит фразу, которая намекает на суицид. Возможно, поэтому Артур так волнуется перед тем, когда дневник говорит о том, что все это его шутки, усмехается, хотя в сценарии есть подсказка, что он не считает написанное смешным. И содержание дневника наводит нас на то, что Артур размышляет о суициде. И теперь возникает логичный вопрос. Чего же хочет человек, который находится в тяжелом эмоциональном и психологическом состоянии на грани суицида? Артур весь фильм стремится к сочувствию со стороны людей. Ему нужно их одобрение. Ему настолько хреново, что он хочет избавиться от боли, разделить ее с кем-то, выговориться. Ему необходимо одобрение общества. Внимание! Несколько раз он повторяет, что чувствует, что его не замечают, а значит его не существует. При этом мы видим, что он хочет стать стендап-комиком, но вовсе не для того, чтобы получить популярность, как, например, Руперт Пампкин из фильма «Король комедии», для которого популярность значила тщеславие. У Артура другая мотивация. Артур Флек воспринимает популярность как возможность получить сочувствие и одобрение общества. Порой он даже требует, чтобы люди давали ему любовь. Сочувствие Поддержку Внимание Выговориться не получается, так как он не обладает навыками коммуникации, и по этой причине нет окружения, которое может предоставить такие условия. Он не понимает, с кем можно разделять свои переживания, кто может и готов его послушать, а кому совсем неуместно, и ему их проблемы точно не интересны. Вообще, как нам дальше раскрывается, Артур получил свою психологическую травму в детстве. Люди, которые получают травму, теряют способность проявлять эмпатию, ценить и принимать правила поведения в привычном социуме. Он не умеет анализировать ситуацию, подходить критически и рационально ко многим вопросам. У него нарушена способность строить причинно-следственные связи. Из-за низкого интеллекта у него теряется способность к адаптации в социуме. К слову, интересно сравнить по признаку интеллекта персонажа Хоакена Феникса с другой интерпретацией Джокера в исполнении Хита Леджера. Джокер Леджера не испытывает потребности заботы, любви, эмпатии. Он действует исключительно деструктивно, мстит миру за то, что он несправедлив. Это следует из его историй. У меня была жена, она была игроком и крупно задолзала этим акулам. Тот Джокер хорошо понимал людей, их потребности и умело мог этим манипулировать. Входить в доверие, проявлять, когда нужно, эмпатию, провоцировать. Благодаря этому он достигал своих целей. Из-за этого можно сделать вывод о высоком уровне интеллекта того Джокера. Артур Флек, напротив, инфантилен. Он манипулировать не умеет, делит людей на плохих и хороших, не понимает сложную природу человеческого характера. В этом заключается его наивность. Он задается дилеммой. Кто виноват, я или общество? Таким образом, он ищет причину своей депрессии, противопоставляет себя обществу. И на этом будет строиться основной конфликт в фильме. Сейчас мы с вами рассмотрели портрет Артура Флека. Все повествование фильма происходит с его стороны, поэтому подобное раскрытие настолько важно. Но чтобы точнее раскрыть будущий конфликт, давайте рассмотрим и ту сторону, с кем этот конфликт и возникает. Общество кажется враждебным Артуру Флеку, но давайте разберемся, так ли это на самом деле. Общество существует относительно обстоятельств условий жизни города. Какие эти условия? Нам с самого начала дают информацию об экологическом кризисе в Готэме. Затем можем заметить, что экономика города также в кризисе. Малый бизнес закрывается, сокращается количество рабочих мест. Как следствие, эти факторы приводят к политическому кризису. Люди винят в проблемах правительства, выходят на митинги. Естественно, что все эти обстоятельства изменяют поведение людей и отражаются на их социальных отношениях. Артур остро воспринимает реакцию на него со стороны общества. Ему кажется, что его обижают и поступают с ним несправедливо. Артур ожидает от людей идеального поведения. Ему хочется, чтобы все с пониманием и поддержкой относились друг к другу. Если такого не происходит, то он это сравнивает буквально с непониманием, оторжением или агрессией. Но если присмотреться, то почти все люди ведут себя нормально. И только Артуру кажется, что они плохие. Давайте рассмотрим норму поведения в Готэме и взглянем на поведение жителей не взглядом Артура, а нейтрального наблюдателя. Артур видит поведение окружающих, намеренную попытку навредить и обидеть. В его интерпретации мы можем предположить, что оно очень напоминает агрессивное поведение по отношению к себе. Но обратимся к трактовке этого понятия. Агрессивное поведение. Деструктивное поведение, наносящее вред объектам нападения, приносящий физический и моральный ущерб. Такое поведение связано с намерением войти в личную зону человека с целью умышленной психологической дестабилизации. Видим ли мы реальные признаки такой агрессии по отношению к Артуру? Большинство выбиты из своей зоны комфорта. Общество дестабилизировано. И находится в критическом состоянии. Чем ниже уровень жизни, тем хуже отношение людей друг к другу. В такой ситуации довольно сложно испытывать эмпатию к другому человеку. Люди вокруг Артура не стремятся помогать ему, потому что сами находятся в проблемах. Например, в сцене, когда хулиганы отбирают у Артура табличку, его напарник не поддерживает его, даже не прекращает играть, когда тот падает. То, что они работают в паре, следует из сценария. То же относится и к поведению матери ребенка в автобусе. Сценарий подсказывает нам, что она не в духе. Ребенок расположен к Артуру, поскольку он не погружен в проблемы взрослых. Рэндалл, коллега Артура, напротив проникает с эмпатией к Артуру. И на этом моменте предлагает немного задержаться, ведь зрители его представили как предателя в глазах Артура. Передавая пистолет, Рэндалл напоминает ему про то, что... Всякое бывает. Тем самым подсказывает ему, что на улицах города надо учитывать подобные ситуации. Более того, Рэндалл дает ему пистолет, по сути, поддерживает его дружеским жестом. В дальнейшем Рэндалл отрицает факт передачи пистолета. Но его можно понять, так как он рискует потерять свою работу, а еще хуже, сесть в тюрьму. В фильме все представлено таким образом, что Рэндалл поступает несправедливо к Артуру или вообще намеренно хотел подставить. Вероятно, режиссер специально хотел создать у нас именно такое впечатление. Но мы, исходя из понимания происходящего в Готэме, понимаем, чем это действительно обусловлено. В фильме встреча Рэндалла и Артура после увольнения была вырезана. Но давайте обратимся к оригинальному сценарию. Тут видна истинная причина поведения Рэндалла. Он боится за свою безопасность. Он не хотел намеренно подставлять Артура и не мог сконтролировать то, что Артур не наделает ошибок. Давайте попробуем оправдать поведение начальника, если смотреть на ситуацию с его точки зрения. Да, мы не знаем, есть ли у него причины подозревать Артура в краже. Однако, скорее всего, на его агентстве этот инцидент отразился не в лучшую сторону. Он говорит, что хорошо относится к Артуру. Однако очередной клиент снова пишет жалобу на его работу. С точки зрения бизнеса это значит, что Артур неквалифицированно выполняет свои обязанности. Артур не способен рационально объяснить ситуацию. На него накатывает приступ. Он надеется, что ему поверят на слово. Но поведение начальника не имеет признаков неоправданной жестокости, и его можно понять. Это также попытка защитить свои собственные интересы, репутацию и финансы. Поведение соседки, когда она входит с Артуром в контакт, следует понимать как проявление дежурной вежливой коммуникации. Артур воспринимает это как знак симпатии, завязку романтических отношений. Однако уже в коридоре она сдержанно себя ведет по отношению к нему. Это обычная ситуация между соседями по лестничной клетке, которую Артур воспринял как начало отношений. Также очень интересно отметить взаимодействие Артура с высшим обществом Готэма. Разумеется, в норму Готэма входит социальное неравенство, которое только усугубляется кризисом. И поведение Брюса Амеба Уэйна, Альфреда и Томаса Уэйна отличается от поведения простых жителей. Проявляют ли они к нему враждебное отношение? Маленький Брюс не реагирует на юмор Артура так, как простые дети. Альфред резко реагирует на то, как Артур подступился к сыну хозяина, поскольку ему, возможно, сказано, чтобы мальчик не вступал в контакт с чужими людьми. Может и можно этот жест расценить как враждебный, если смотреть глазами Артура? Однако, если на эту ситуацию смотреть со стороны Альфреда, и на реакцию в момент, когда он видит, что взрослый незнакомый мужчина трогает маленького мальчика, кажется оправданной. И только зритель в этот момент может проявить сочувствие к Артуру. Ведь мы-то знаем, что он проявляет искренность, а не намерение навредить. Удивительно, но в следующем своем взаимодействии с высшим обществом Артур не проявляет типичной ему наивности. Он одевает в кинотеатр костюм портье, поскольку понимает, что в своей поседневной одежде высший класс общества его не примет. И это выглядит логичным. Ведь действительно, высшему обществу нужны опознавательные знаки служения. Костюм как раз таковым и является. Заметьте, что в разговоре с Томасом Уэйном Артур снимает костюм, пытаясь войти в контакт, как равный, а не как прислуга. Общество Готэма живет как обычно. Оно может быть неприветливым, потому что в городе кризис, неравенство, безработицы, тяжелые времена. Общество ведет себя разобщенно, когда находится в кризисе. А Джокеру кажется, что люди вокруг него злые, потому что они не проявляют к нему эмпатию. Хоть иногда это и действительно так, ведь, как мы выяснили, в обществе есть разные люди. И взаимодействие с ними мы еще разберем. Но, тем не менее, в большинстве случаев он требует эмпатию по отношению к себе и не понимает, что эти люди ничем ему не обязаны, как и он им. Можно сделать вывод, что не все члены общества Готэма враждебны к Артуру. Но он считает иначе. И после того, как мы проанализировали с вами портрет Артура, мы понимаем, чем это на самом деле обусловлено. И его восприятие уже не кажется чем-то удивительным. Однако нам, как зрителю, хочется ему сопереживать и верить его мотивам. И на этом строится внешний конфликт Артура и общества. Итак, как мы с вами разобрались, адаптироваться у Артура не получается потому, что он не может взаимодействовать с людьми. Неумение общаться и понимать причины поведения общество приводит к тому, что он не может воспринимать даже адекватные действия людей, как враждебные по отношению к себе. Конфликт между Артуром и обществом заключается в том, что Артур ищет сочувствия и реализации в социуме. Однако общество не даст ему этого, пока он не примет правила нормы, не научится налаживать коммуникацию. То есть пока Артур не социализируется. В этом заключается основной конфликт фильма. И сейчас мы его рассмотрим еще детальнее. Подобные проблемы с коммуникацией и социализацией присутствовали в фильме Мартина Скорсиезе «Таксист». Главный герой имеет посттравматический синдром. Ему сложно выстраивать отношения с людьми и социализироваться. Интересно, намеренно ли Тодд Филлипс провел такую параллель между проблемами в коммуникации у главных героев? Ведь ни для кого не секрет, что Джокер по стилистике вдохновлен именно таксистом. Ирония в том, что как бы Артур не пытался с помощью смеха наладить коммуникацию с окружающими, его смех, симптом его недуга – основная причина неудачи. Страх и непонимание окружающих в автобусе. Когда его снова одолевает приступ, причины которого окружающим неизвестны, его поведение кажется ненормальным. Смех в метро провоцирует парней, после чего они начинают на него наезжать. Вообще не с Томасом Уэйном тот ударил его после того, как его начал одолевать очередной приступ. Смех во время выступления в стендап-клубе, в конце концов, стал предметом юмора для Мюррея. То, что для людей непонятно, вызывает у них страх, непонимание, подозрение и тревогу. Смех Артура для всех считывается как эмоция, а не симптом. Поэтому они от него закрываются. Артур, к тому же, не понимает, как смешить людей. Это тоже становится проблемой с коммуникацией. Люди смеются, когда понимают юмор. Чувство юмора Артура непонятно людям. С начальником. Обычно такое говорят про человека, которому сложно социализироваться. С коллегами. Он не может понять шутку. Всем смешно, а ему нет. Но он делает такой жест, пытаясь вписаться в общество, как и в стендап-клубе, когда записывает поведение комика. И тут возникает вопрос. А Артур вообще делает хоть что-нибудь, чтобы разрешить этот конфликт? Да, конечно. Артур Флек сам по себе искренний человек. В нем нет, на первый взгляд, признаков зла. Он искренне пытается развеселить людей. Стремится стать стендап-комиком. Пытается развеселить ребенка в автобусе. Подержать детей в больнице, когда он роняет пистолет, это не намеренный акт включить в свое выступление, а банальное стечение обстоятельств. Он уважительно относится к людям, когда начинает общение. В конце концов, в коммуникации с матерью он является тем, кто проявляет эмпатию, но не получает ее от мамы. Мама для него единственный возможный источник коммуникации, но она не дает ни поддержки, ни сочувствия, ни понимания. Все убийства наводят на то, что Артур умеет признаки психопата. После каждого из убийств он не раскаивается, а наоборот, испытывает воодушевление. Он поначалу оправдывает свои преступления. И это кажется обоснованным. Но затем он уже убивает, защищая не свою жизнь, а свое мировоззрение. Трех парней с Уолл-стрит он убил, потому что находился в критической ситуации, когда возникает страх за собственную безопасность. Это, кстати, те члены общества, которые действительно проявляют к нему враждебность и получают реальную расплату за свои действия. Мать он убивает уже скорее из-за чувства обиды, понимая, что это чужая женщина, из-за халатности которой у него развилась болезнь. Рэндалла Артур продолжает винить в том, что тот за него не вступился на работе или вообще подставил. Наконец, Нюрея Артур убивает, когда тот ставит под сомнение обоснованность его слов, не воспринимает его всерьез. Интересно понять, почему же после этого убийства Артур не совершает суицида? Этот вопрос остается открытым. Безусловно, тот факт, что Джокер накапливает негативные эмоции и через убийство он находит выход своей агрессии, может быть одной из причин, которая привела его к преступлениям и не заставляет раскаяться. Итак, мы с вами рассмотрели психологический портрет Артура и то, как он видит мир вокруг себя. Мы узнали, чего он хочет. Мы рассмотрели общество Готэма и узнали, чего хочет оно. Между двумя действующими лицами фильма конфликт. И мы с вами пришли к выводу, что этот конфликт по понятным причинам разрешить кажется невозможным. Однако в той или иной степени он разрешается. Как же это происходит? В самых первых сценах фильма нам показывают, как Джокер любит смотреть вечернейшего Мюрая Франклина. Он фантазирует, как Мюр ипотически принимает и понимает его. Из-за этого можно сделать вывод, что Артур видит разрешение своего конфликта в том, чтобы стать популярным комиком. Видя, как люди искренне смеются над шутками Мюрая, он думает, что если сам станет таким популярным, то люди его признают и полюбят. Однако после убийства трех парней с Уолл-стрит он начинает видеть, как люди оправдывают его поступок. Сами надевают маски клонов. Он получает признание после своего преступления. Да, весь город в огне из-за того, что ты сделал. Какой ты верил? Я знаю. Таким образом, потребность популярности как одобрений закрывается не от того, что его признают, как Артура Флека, стендап-комика, а в том, что убил богатых членов общества, которым у низшего класса презрение из-за социального неравенства. Хотя он сам этой идеи не понимает. Он видит лишь признание. Так Джокеру удается разрешить свой конфликт с обществом. Он частично социализируется относительно протестующих. Они принимают его, хотя в целом он продолжает быть асоциальным, так как психиатр в последней сцене не понимает его. Другое дело, что потребности в социализации в этот момент у него уже нет. Разбор был сделан в попытке рационально и логично объяснить происходящее в картине, избежать догадок, которые ничем не обоснованы. Но получилось ли этого достичь? Сказать сложно. Ведь в фильме много недосказанностей. Без сценария было бы сложнее понять его. Да и он не дает объективной картины происходящего. Во время съемок Джокера было много импровизаций, многое менялось. Ты менял что-нибудь на съемках Джокера? Ну да, постоянно. Съемки фильма — это джаз, а не математика. Ты готовишься к съемке, а потом приходишь, и, как ты заметила, все может поменяться. Примечательно, что Тодд Филлипс не работал вместе с Хоакином Фениксом над созданием образа Джокера. Тодд это делал самостоятельно. Та сцена, где он танцует в туалете, в сценарии прописана совершенно иначе. Он должен был смыть макияж, спрятать оружие. И на площадке мы с Хоакином поняли, что это вообще не тот Артур, которого мы снимали уже 4-5 недель. Не похоже на Артура. Он что, подсмотрел это в кино, с чего он вдруг обеспокоен уликами? Он не такой. Я просто начал включать композиции прямо с телефона. А он начал исполнять танец. И мы такие, подожди, вот такая сцена, что ли? Поэтому в результате мы получаем художественное произведение, которое начинает жить своей жизнью. Впрочем, как всегда, каждый сам выбирает свою реальность. И помните, такова жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok